Время новостей на телеканале Север. Здравствуйте! В студии Елизавета Кабанова. И сегодня в выпуске. Четвертый летальный исход от коронавируса в округе за неполный месяц. Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 252 человека, близко контактировавших с заболевшими, изолированы. Такова статистика сегодняшнего дня. Улица Наринмара этим летом украсит почти 10 тысяч цветов. Бархатцы, петунии и сальвии – это саженцы, которые хорошо приспособлены к северному климату. О буднях чистого города расскажем сегодня. 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник и 85-летний юбилей российской госавтоинспекции. Еще один человек скончался в округе из-за коронавируса. Это уже восьмой летальный исход в регионе с начала пандемии. За минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заболевания COVID-19. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня Reference, находится 60 человек. И еще у шести пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследования методом ИФА. В общей сложности в настоящее время на лечении в регионе находится 66 человек. Из них стационарное лечение получают 23 человека, амбулаторное – 43. Амбулаторные больные обеспечиваются лекарствами бесплатно. Глава региона поручил оперативно доставить дополнительное оборудование в окружную больницу. В первую очередь, 10 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких. Они нужны для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью. Растет количество человек, стоящих на учете в управлении Роспотребнадзора. По данным на 2 июля, в округе зафиксировано 252 человека, близко контактировавших с инфицированными. Они также пройдут обследование. Меньше чем за месяц в регионе скончались от коронавируса 4 человека. За все время пандемии – 8. Напоминаем, в округе продолжается вакцинация населения от COVID-19. Записаться на прививку можно через портал госуслуг. 2 июля записаться на вакцинацию через госуслуги можно было только на 9 число. Также запись производится медучреждениями по месту жительства. Без записи можно прививаться в первой половине дня по субботам в поликлиниках города и поселка Искателей. В регионе доступны все три вида российских вакцин. В России, как говорится, две беды. Одна из них – это дороги. Каждый год на них выделяют большие суммы, чтобы отремонтировать и привести в порядок. О том, какие участки в этом году станут комфортнее для проезда в окружном центре, смотрите в следующем материале. Ремонт дорог летом стал уже некой русской традицией. Каждый год из бюджета выделяются суммы на улучшение качества дорожного полотна. Ремонт ям, полное восстановление асфальта, прокладывание тротуаров и нанесение разметки – это то, что люди уже воспринимают не как новость, а как обыденный факт. Летом 2021 года в городе Наринмаре должен закончить реконструкцию участка дороги на Полярной улице. Работы здесь начались ещё в 2020-м. Напомню, на реконструкцию этой дороги выделили 16 миллионов рублей, которые потратили на обустройство татуара, установку опор и проведение кабеля. Футляры для коммуникаций закончили прокладывать 30 июня этого года. Далее – асфальтирование. По улице Полярная предприятие планирует приступить к работам примерно с 30 июля по заявке заказчика. Выполняем работы по фрезерованию существующего покрытия – это 7726 метров. И, соответственно, устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя выполним. Мы будем окончание выполнения работ по контракту не позднее 15 сентября, но будем стараться выполнить работы раньше. В этом году по поручению главы региона профильному департаменту компания «Упро Дорприкамье», содержащая дорогу федерального значения в аэропорт, проведёт ремонт дорожного полотна силами субподрядчика окружного предприятия «Дорримстрой». Работы по укладке асфальта на этом участке начнутся 2 июля в 23.00. Их планируют закончить к 5 утра следующего дня. У нас тут, конечно, писали люди о том, что увидели бульдозер и соболь и написали, что в дождь мы кладём асфальт. Конечно же, в дождь никто не будет укладывать асфальт. Асфальт планируется сегодня на завтра. Сейчас пока солнечной погоды, дождя нет. То есть, в ночь будет укладываться, но в ночь, потому что этот участок такой у нас, движение большое, поэтому, чтобы не создавать помехи для движения автомобильного транспорта. Поэтому планируется до 15-го числа все ремонтные работы по контракту выполнены даже раньше. По словам Павла Масюкова, планируется ремонт порядка 10 участков на дорогах Наринмара. Пока особой активности жители округа не наблюдают. Но, как пояснил телеканал «Усевер» представитель Наринмар-Доримстроя, дорожные рабочие приступят к укладке асфальта по улице Ленина 19 июля. Дорогу на аэропорт асфальтировать будут в ночь со 2 на 3 июля. А 30 июля очередь дойдёт и до улицы Полярной на участке от Оленой до Первомайской. Председатели суда Ненецкого автономного округа торжественно проводили в отставку. На этом посту Евгений Мартынов отслужил два срока. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Подборные аплодисменты во Дворце правосудия прошла почётная церемония отставки председателя суда Евгения Мартынова. На протяжении 12 лет Евгений Александрович возглавлял судейское сообщество окружного суда и внёс большую лепту в развитие судопроизводства в округе. Десять лет назад в регионе была создана служба мировых судей Наринмарского городского суда. Обеспечено постоянное присутствие в округе арбитражного суда Архангельской области. Ну, немножко грустно. Ну, уж немножко, а действительно грустно здесь. Но, учитывая, что много сделано за прошедшие 12 лет, и построено здание, и мировая юстиция полностью сформирована, и хорошо работает Наринмарский городской суд, квалифицированы специалисты в суде округа, построено прекрасное здание суда округа, я ухожен удовлетворённый. И то, что не успел доделать или сделать, во всяком случае, сделают мои новые председатели суда, которые придут на эту должность. По закону, председатель суда субъекта Российской Федерации может исполнять свои полномочия только два срока. Второй срок закончился у Евгения Мартынова 2 июля 2021 года. Он пришёл в судебную систему ещё в 1982 году. С тех пор 39 лет неизменно служил правосудию. Желание идти за справедливостью появилось ещё в детстве. После армии Евгений Мартынов пошёл учиться в Свердловский юридический институт. Окончив учёбу, сразу начал работать. Начал работать судьёй в Холмогорском районе на родине Ломоносова. Через пять лет был избран, избирал меня народ Холмогорского района. Были и против, кто голосовал, 99,97%. Поэтому я всегда поддерживаю выборы судей, особенно мировых судей. Но так принят закон о том, что судьи назначаются. Отработав председателем суда буквально несколько лет, был приглашён в Архангельский областной суд. От судей дошёл до должности заместителя председателя Архангельского областного суда. И затем, по рекомендации председателя Верховного суда, был назначен в 2009 году сначала на шестилетний срок, и затем вторично ещё раз на шестилетний срок. За длительный путь в судебной системе Евгений Мартынов получил множество наград разных степеней. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и сотрудники правоохранительных ведомств, которые тесно работали с окружным судом. Новая кандидатура на должность судьи Ненецкого округа рассматривается кадровой комиссией при президенте Российской Федерации. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. За короткое северное лето муниципальному предприятию «Чистый город» нужно успеть многое. Отремонтировать дороги, тротуары, освещение, озеленить газоны, обновить детские площадки и многое другое. Все работы выполняются согласно запланированному графику. О буднях «Чистого города» расскажет Александра Литкова. Вместо привычной всем сцены на площади Ленина в ближайшее время появятся газон и клумбы. Физически устаревшее сооружение уже несколько лет стояло без надобности. Все мероприятия сейчас проводятся на сцене Дворца культуры Арктика. Сцены – это был у нас запланирован на этот год работы. Так как физический износ сцены уже составляет 100%, она стала небезопасной для пешеходов и молодежи, которая тут часто очень собирается, могла обрушиться и привести к каким-то печальным последствиям. Улицы Наринмара этим летом украсят почти 10 тысяч цветов. Бархатцы, петунии, цинерарии и сальвии – это саженцы, которые хорошо приспособлены к северному климату. Вся эта красота обходится городскому бюджету почти в 2 миллиона рублей. Контракт на озеленение 240 квадратных метров клумб заключен с Ненецкой агропромышленной компанией. Причем площадь газонов в этом году увеличена. Для обновления облика центральных улиц Наринмара в этом году предприятие закупило урны и скамейки двух видов. По городу, не секрет, у нас в городе хороших унтов очень мало. Они приходят в негодность постепенно. Идет плановая замена урн на центральных улицах Лучейского, Ленина, Ненецкая, на улице Смедовича будут меняться урны. И пешеходные зоны в районе улицы Ленина, дом 23. Ремонт памятников, тротуаров, подъездных дорог, обновление детских площадок и городков. Летом у рабочих дел не меньше, чем зимой. С уборкой улиц в это время предприятию традиционно помогают юные горожане, трудоустроенные на летний период. Зоя Ладыгина говорит, это не только позволяет заработать на карманные расходы, но и внести свою лепту в поддержание чистоты на городских улицах. В этом году я работаю от чистого города. Здесь мы убираем мусор и помогаем нашему городу быть чистым. Вообще, я считаю, что нужно работать, потому что это деньги. Это твои собственные деньги, ты можешь их потратить на то, что тебе нравится, на то, что ты хочешь, на то, что тебе нужно. И учит это тому, что нужно убираться, нужно не мусорить. В этом году чистый город принял на работу 40 молодых людей. Среди них как школьники, так и студенты. Первая группа в 20 человек отработала в июне. Для второй трудовые будни только начались. Ребята уже оформили соответствующие документы, и сегодня у них первый рабочий день. В основном работы запланированы по уборке мусора, по благоустройству территории. Какая-то часть будет работать именно в офисном помещении. Из года в год среди населения находятся те, кто не ценит работу предприятия. Периодически нападкам хулиганов и вандалов подвергаются остановки, скамейки и фонари. Есть такая проблема в нашем городе с вандализмом объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры. В частности, ломаясь стекла, которые очень толстые, были монолиты поликарбонат, мы умудряются, у нас дети, если не получают с первого, со второго пытаются сломать. На основном ремонт ведется, у нас материал закуплен, ждем поставки. На данный момент, мы на этой неделе ждем поставку поликарбоната, литого, чтобы поменять, отремонтировать остановку на уровне фонториума. По всем случаям вандализма «Чистый город» обращается в полицию. Чаще всего хулиганов удается найти. Очень часто поводом мотивации совершения несовершеннолетними данных преступлений становится, опять же, тот же самый наш интернет. Призывы в различных мессенджерах, в тиктоках совершать вот такие хулиганские действия, вот, к сожалению, они приводят, очень большое влияние на совершение несовершеннолетних оказывает и толкают их на совершение этих преступлений. Стражи порядка напоминают, за порчу муниципального имущества несовершеннолетними ответственность до 14 лет несут родители. После отвечать придется самим. 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник и юбилей службы. Российской госавтоинспекции исполняется 85 лет. Какие задачи стоят перед подразделениями службы, сегодня узнала съемочная группа телеканала «Север». Подробности в сюжете моего коллеги Василия Хатанзейского. Государственная инспекция безопасности дорожного движения является одной из самых важных структурных подразделений правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения. Несмотря на то, что особенности работы инспекции, казалось бы, знакомы всем и каждому, но на самом деле это достаточно сложный механизм, в котором задействовано большое количество сотрудников, отвечающих за разные направления деятельности. Задачами госавтоинспекции являются обеспечение соблюдения предприятиями и организациями всех форм собственности гражданами и гражданами нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах нашей страны. В структуру ГИБДД Ненецкого округа входит сразу несколько служб и подразделений, у каждого из которых своя специфика. Дорожно-патрульная служба ГИБДД осуществляет патрулирование автомобильных дорог и выявляет правонарушителей. Ежедневно патруль дежурит посменно на протяжении 24 часов. Каждая группа автоинспекторов заступает в наряд в 8 часов утра. Эта процедура включает в себя медицинский осмотр, инструктаж и распределение по участкам. «Обследуем наш маршрут патрулирования, то есть проводим обследование дорожной уличной сети, то есть наличие там, где какие работы проводятся дорожные, чтобы были установлены знаки соответствующие. То есть водитель видел, что там проводятся дорожные работы. После обследования маршрута выезжаем, ну, для проверки, после проверки маршрута дальше останавливаемся и стационарно уже, получается, работаем, проводим административную профилактику». Все подразделения ГИБДД тесно связаны между собой. Благодаря тому, что отслужба оперативной связи в реальном времени отслеживает по камерам видеофиксации все дороги в городе и пресекает действия правонарушителей, это делает работу ДПС более эффективной. «Региональное отделение информационного обеспечения занимается в том числе обработкой материалов, зафиксированных комплексами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Мы работаем на данный момент времени по нарушениям скоростным, а также по линиям разметки, нанесённым на проезжую часть». Чтобы на дорогах был порядок, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД ведёт учёт транспортных средств, осуществляет выдачу водительских удостоверений, работает с начинающими водителями. «Регистрационно-экзаменационное подразделение занимается регистрацией транспортных средств, прицепов к ним, а также приёмом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и выдача водительских удостоверений. Ну и, иными словами, мы занимаемся государственным учётом транспортных средств, это снятие с учёта постановка на государственный учёт, прекращение госучёта, восстановление, а также приём экзаменов, отдельная категория деятельности, так сказать, с автошколами взаимодействуем и выдача водительских удостоверений, как после экзаменов, так и для обмена водительских удостоверений в связи с утратой, выдача международных водительских удостоверений». Также в обязанности регистрационно-экзаменационного подразделения входит проверка транспортного средства для регистрации. «При регистрации транспортного средства вот у нас есть ПТС транспортного средства, Здесь указаны все основные компоненты. В первую очередь мы сверяем ВИН-номер, который указан в ПТС. Также сверяем дублер, табличка называется «Дублер». Там тоже ВИН-номер указан. Смотрим на регистрационные знаки, они должны соответствовать ГОСТу, то есть должны быть не мятые, не крашеные, без дырочек, без царапин. Также особое внимание уделяем на световые устройства, которые должны быть без диодов, должны соответствовать ГОСТу, это при регистрации. В летнее время, конечно же, обращаем на летнюю резину. В зимнее время резина должна быть ошипованной, либо липучки. При соблюдении всех норм водитель может спокойно зарегистрировать свое транспортное средство. Также немаловажной процедурой для постановки автотранспорта на учет является тихосмотр. Группа технического надзора занимается контрольно-надзорной деятельностью, в том числе за операторами технического надзора, участвуют в проведении технических осмотров, плановых, неплановых проверок. В ГИБДД также есть подразделения, которые осуществляют надзор за состоянием дорожного полотна. Ежедневно инспекторы дорожного движения проверяют дороги на наличие дефектов. В этом году ГИБДД отмечает свой 85-летний юбилей. История ГАИ и ГИБДД – это часть истории нашей страны. И отражен каждый день и каждый час беспокойной работы сотрудников, с честью выполняющих свой профессиональный долг. От всей души хочу поздравить коллег с праздником, с 85-летием образования госавтоинспекции. Пожелать им здоровья, добрости духа, вдохновения в работе, жизненных сил, энергии, выдержки, терпения, любви и счастья. Коллектив телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям и выражает слова благодарности за профессиональное исполнение служебных обязанностей, а также за плодотворное сотрудничество. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...